Мы сейчас посмотрели сюжет. Ребята из Белого Ангела говорят, что у них было 5 заявок и 2 человека не смогли вывезти. Вообще, как много местных жителей удалось вывезти за последнее время? Сколько еще остается и на что они надеются? По состоянию на сегодня на утро 1383 человека остается в городе. За прошедшую неделю 102 человека эвакуировали. Ну, эвакуация идет. Идет каждый день. И вчера, и позавчера, и сегодня запланированы эвакуации. Пока в процессе. Чуть позже будем понимать, сколько реально удалось вывезти. И на завтра люди записаны. Тех, которых не забрали тогда ребята из Белого Ангела, подхватили волонтеры, вывезли тех людей, которые действительно хотели эвакуироваться, хотели выехать. По максимуму всех желающих стараемся вывезти. Ну и действительно, в последнее время мы видим тенденцию на увеличение людей, которые желают выехать из города. Действительно, уже устали они больше, чем месяц. Месяц и 11 дней идет это обострение. Люди видят, что бьют по ним, по гражданским. Поэтому в последнее время, честно говоря, практически не уговорим. Люди уже сами готовы. Виталий, вы назвали число 1383 человека. Из них сколько записывается? Это единица? Десятки или сотни людей? Допустим, вчера вывезли 9 человек. Было записано вчера 11, но 2 отказались. Мы еще попозже, ближе к выходным, выйдем. На вчера было записано 11, выехало 9. То есть, речь идет максимум о десятках. Все равно это достаточно мало людей, хотят выехать, но очень много людей все-таки остаются. Такими темпами, да, не один месяц вывозить. И то при желании, при условии, что будут люди хотеть выехать. Да, но ситуация в городе на самом деле сложная. Командующий оперативно-стратегической группировки войск Таврия Александр Тарнавский опубликовал фото разрушений в Авдеевке, Донецкой области, которые более месяца, как мы уже знаем, пытаются захватить российские оккупанты. Командующий подчеркнул, что вот эти оккупанты, они уничтожают именно гражданскую инфраструктуру города. Да, они ровняют землей дома. Вот насколько все сейчас тут страшно, критично? Ну, один факт, что несколько дней назад за сутки 30 кабов прилетело по территории громады. Ну, говорите о том, что, ну, действительно, враг, ну, все свои неудачи на линии фронта компенсируют количеством и плотностью не только артиллерийского огня, а и авиабомбовых ударов. Ну, 30 за сутки это очень много. Больше у нас было 13 октября, вот когда только началось это обострение, они тогда за сутки сбросили 31 каб на город. Вот, вот, несколько дней назад было 30. Да, учитывая, что это мощная бомба, можно только представить себе, что какие разрушения, да, вот она несет с собой. Тем временем враг продолжает давить на Авдеевку в районе Коксахима, промзоны, железной дороги. Вот он, как и раньше, не жалеет своих людей, да. Вот вчера мы приводили данные от Армии Информ, что во многих штурмовых подразделениях врага, Шторм и Шторм-Зет, осталось лишь от 10 до 15% личного состава от их первоначального количества. Речь идет, конечно, не только о вашем направлении, но, скорее всего, прежде всего о вашем. Да, сейчас Авдеевское направление одно из приоритетных для врага, и они бросают все больше и больше сил. И, ну вот, то количество, которое они уничтожают, ну, а я подробно это не могу назвать, они действительно уничтожают, ну, мне кажется, целенаправленно свое население. Говорит о том, что, ну, действительно, это приоритетное направление. Буквально, не знаю, ну, вот уровень, да, вот этого всего маразма, я, честно говоря, даже сделал себе скриншот, группа солдатские вдовы России. Успей на свой штурм Авдеевки. Наступательные действия армии России снова переводят нас в позицию тех, кто диктует только свои условия. Штурм Авдеевки – это знаковое событие. Наша Курская дуга и Куликовская битва. Событие, о котором будут говорить через века. А участники навсегда станут героями. Успей подписать контракт с армией России, чтобы попасть в список этих героев. Нам нужны люди, которые готовы выполнить эту историческую миссию. Нам нужны те, кому страх неведом. Стать частью штурма Авдеевки – значит, стать частью русской легенды. Напомните еще раз, пожалуйста, как называется этот фонд. Солдатские вдовы России. Степень маразма этого всего, этой нации – это просто трэш. Я не знаю, как это еще назвать. Успей на свой штурм России. То есть, мы вдовы и советуем всем тоже стать вдовами. Плакать будем вместе, называется. Ужасно на самом деле. Что сделать? С таким народом приходится воевать. Скажите, а что сейчас с погодой во Авдеевке? Насколько она помогает сегодня или мешает врагу? 50 на 50. Откровенно говоря, в определенных моментах она им помогает. Потому что это, скажем так, усложняет и нам логистику. И в том числе использование разведывания, всякой там аппаратуры. Но, опять же, это минусы для них. Они не используют технику. И они точно так же, в меньшей степени, используют разведывание. Там те же FPV дроны и так далее и тому подобное. Да, вот сильных морозов еще, в принципе, не было. Грунт не промерз. Это наверняка все-таки мешает использовать захватчикам бронетанковую технику. Она просто не может, видимо, пройти по грязи. Да, по флангам да. Но несколько дней подряд они использовали технику на промке, так называемой нашей Авдеевской. Там асфальтное покрытие. И они пытались танками и бронетранспортерами пробиться. Десятки единиц техники за несколько дней было сожжено, подбито. Промка контролируется. Но, опять же, погодные условия в этом конкретном направлении, на нашей стороне. Знаете, вот, несмотря на это жуткое просто давление, да, на эти местные штурмы, наши воины контратакуют врага. Вчера американский институт изучения войны сообщал о контратаке у Степового. Да, имея в виду любые малейшие возможности, шансы, наши воины, защитники, да, они их используют. Конечно, нельзя говорить о каких-то там серьезных там контроперациях. Но, тем не менее, радует то, что ребята, ну, такие шансы они не упускают. Они их используют, они их отрабатывают. Ну, врагу не сладко. Реально не сладко. Вот недостаток боевой техники сейчас, тяжелой техники, они, видимо, компенсируют как раз артиллерии и бомбами. Вот вчера вот прошла по СМИ информация, что враг начал на фронте активно использовать 500-килограммовые бомбы РБК-500. Вот, известно, что есть несколько модификаций этой бомбы, вероятнее всего, и используют ее кассетный вариант. Вот, было ли зафиксировано применение таких бомб по городу? Вот, осколок бомбы, который вы держали в руках на видео из Авдеевки, вот это какая бомба была? Это обычная 500-ка, КАП-500. Кассет их пока еще мы на нашем направлении не зафиксировали. Но 500-ками они кидают их там десятки в сутки, к сожалению. Вот в своем обращении в Телеграм вы записали обращение, да, вот на фоне разрушенных домов. И снова просили людей эвакуироваться. Говорили, что пришла зима и уже падает снег. Так еще немного люди просто будут замерзать в своих подвалах. Это с одной стороны, да. А с другой стороны, мы помним ваши слова о том, что подлый враг ориентируется по дыму, который идет, поднимается из буржуек, да, которыми люди стараются согреться. И используют этот дым как целеуказание для обстрела. Вот так и далее происходит. И понимают ли это люди, оставшиеся в Авдеевке, что они или замерзнут, или их вычислит враг по этому дыму и просто накроет снарядами или бомбами? Знаете, хорошо, что люди это понимают уже. Плохо, что они только сейчас это понимают, только сейчас они об этом говорят. Ну, я могу это назвать, и я это уже не стесняясь, людям в глаза говорю, чтобы досиделись. Сейчас очень сложно действительно из города выехать. То, что враг целенаправленно бьет по мирному населению, ни для кого уже не секрет. И люди об этом уже говорят прямым текстом даже в городе. Если раньше приходилось доказывать, объяснять, кто бьет, откуда бьет, зачем бьет, то сейчас таких разговоров уже не ходит. Люди все прекрасно поняли. Но опять же, сложность в том, что сейчас логистика очень затруднена. Кроме артиллерийских обстрелов по дороге, добавились эфпи-дроны, которых они в последнее время очень часто используют именно по дороге. То есть они могут и подорвать людей, которые эвакуируются, да? То есть обычный гражданский транспорт эфпи-дронам. Да, они попадают в гражданский транспорт. Пока, слава богу, все живы из мирного населения. Но уже ни один автомобиль по дороге попал под эфпи-дроны. Скажите, а работает ли вот тот единственный оставшийся в городе магазин, о котором мы с вами говорили неделю назад? Да, пока работает. Но в ближайшее время предприниматель все-таки будет его закрывать. И это тоже один из факторов для людей, что все-таки нужно выезжать. И они об этом говорят, что закроется последний магазин и будет потом сложнее. Местная власть, коммунальщики, врачи, все мы тут. Так вы сказали в обращении, записанном в Телеграме. Это все исключительно, наверное, потому, что многие до сих пор выезжать не хотят. Этим людям так или иначе нужно помогать. Может быть, люди держатся за свои руины, понимая, что их не оставят, не бросят. Но сами-то они понимают, на какую опасность обрекают тех, кто буквально обязан им помочь. К сожалению, понимают. Но, наверное, опять же, к сожалению, не совсем они в это, знаете, как сказать, должное внимание этому уделяют. В первую очередь срабатывает тут какое-то свое эго. Все равно привезут. Все равно местная власть обязана. Волонтеры, ребята, которые, их все меньше и меньше, которые в город заезжают, но они все равно есть. Все равно привезут. О нас заботятся. А подумать, что у этих ребят есть семьи, есть дети, и они рискуют, действительно рискуют жизнью. Как на въезде, так на выезде и по самому городу перемещаясь. Люди об этом... Даже если ты начинаешь с ними разговаривать, эту тему затрагиваешь, ее проговариваешь. Да, 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 мы все понимаем. А когда вы в следующий раз приедете? Ну, то есть, вроде понимают, но не до конца. Вы знаете, вот с военной точки зрения, наверное, нашим ребятам было бы намного легче воевать, да, если бы знали, что город пуст, людей нет, и можно концентрироваться исключительно на выполнении боевых задач. Однозначно. Кроме того, что ребята выполняют свои задачи, ну, бывают такие факты, что им приходится отвлекаться на гражданское население. Вывести раненого. Допустим, где-то в старой части города там прилетело, ребята мимо проезжая, ну, связи в городе нет. Мы об этом, ну, зачастую и не узнаем. Так иногда люди и погибают, ну, просто от кровотечений, от ранений, да, полученных в результате обстрелов. Ребята, ну, такие факты есть, они отвлекаются, они когда видят такие ситуации, не всегда мирное население подхватывает, и минимум хотя бы в больницу они их к нам привозят. То есть, для стабилизации. То есть, это один из таких маленьких фактов, что просто их отвлекают от выполнения их там задач, ну, скажем так, от их боевой работы. Было бы людей меньше, либо вообще не было, понятное дело, они были бы сконцентрированы на своих задачах. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok